У аграриев появится собственная криптовалюта. Запустить так называемый бидайкоин планируют в 2019 году. Используя электронные деньги, фермеры смогут совершать сделки по купле-продаже зерна, закладывать бидайкоины в банки и получать до 30% средств для приобретения новой техники, семян или удобрений. При этом один бидайкоин будет равен одному тенге. Помимо этого, в рамках цифровизации Минсельхоз планирует в этом году завершить оцифровку пастбищ. На сегодня цифровизированы 98% пашни и 20% пастбищ. С помощью электронных полей фермеры подают заявки на субсидирование удобрений, гербицидов, получение льготного топлива. Тем самым у госорганов есть возможность отслеживать, как эффективно используют аграрий землю и позволяют вычислить производительность труда. Мы актуализировали на текущий момент площадь пашни в разрезе районов, в разрезе каждого поля. Дополнительно мы сейчас уточнили, какие культуры он там сеет. Это уже объективная информация, именно заявленная фермерам. Не так, чтобы мы собрали какую-то статистику непонятных источников. Мы конкретно от него эту информацию получили, что я сею такую-то культуру, столько у меня урожайный средний центр, мой севоборот такой. Для фермеров цифровизация выгодна, смотря как ее ты будешь внедрять. Все зависит же от правильного бизнес-плана. Если у вас нет нормальной техники, которая поддерживает современные технологии, соответственно, ему будет гораздо сложнее приобретать заново все это. Но на текущий момент государство поддерживает фермеров на приобретение умной сельхозтехники. Задачи и проблемы агропромышленного комплекса сегодня обсуждали в Астане на агрофоруме. В нем приняли участие сельхозтоваропроизводители, а также представители госорганов. Темы для обсуждения самые разные – от экспорта мяса до лизинга техники. Планируется, что к 2022 году производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства увеличится в 2,5 раза. Аграрии считают, что задача выполнимая. В частности, экспортеры отмечают снижение бюрократических препонов при поставке мяса за рубеж. Когда мы экспортируем в 2013 году в СССР, тогда у нас было много проблем насчет документации. Мы ждали акт анализа, потом сертификаты ждали пару дней, потом сертификат происхождения есть один. Много дней прошли, там проходит и товар портится. А в данный момент у нас таких проблем нет. Министерство средств и столетия нам очень помогает. Такие документы мы все выбираем.